Эти шаги даются Наташе с трудом. Вставать и садиться без посторонней помощи также пока не получается. Но девушка не сдается. Почти каждый день Наташа занимается. Учится ходить, писать и говорить. Одним словом, показывает хорошие результаты и идет на поправку. О том, какой несправедливой бывает судьба, Наташа узнала лично. 3 мая 2014 года девушка попала в серьезное ДТП, после которого ее жизнь разделилась на до и после. Врачи поставили Наташе Ищенко тяжелейший диагноз – поражение центральной нервной системы, нарушение глотательной и двигательной функций. Со временем добавилось еще крайнее истощение организма, но родные Наташи не сдавались и просили о любой помощи. Первоначально лечить девушку планировали в столичной клинике, но случилось чудо. Поставить на ноги Наташу смогли тверские медики. После лечения в больнице девушку выписали домой, где она продолжает реабилитацию на циклическом тренажере для разработки рук и ног. Она может мозаику левой рукой собирать. То есть замечательный результат. И, конечно, ноги. Здесь больше можно заниматься. То есть пассивно, если она устала, аппарат автоматически переключается на пассивный режим. То есть мышцы все равно работают. В том, что мир не без добрых людей, семья Наташи Ищенко убедилась лично. На клич о помощи откликнулись многие, в том числе и вы, наши телезрители. Общими усилиями необходимую сумму на покупку тренажера удалось собрать достаточно быстро. С июля месяца и по февраль месяц было собрано 86 101 рубль 33 копейки. Минимальный взнос был 100 рублей, максимальный 5000 рублей. Но оказалось, что стоимость тренажера гораздо больше, чем те собранные средства, которые прислали все желающие. И фонд принял решение добавить необходимую сумму. Эта сумма составила более 130 тысяч рублей. 4 июля у Наташи будет день рождения. Ей исполнится 20 лет. В планах у девушки прожить долгую и счастливую жизнь. И, конечно, помогать людям. Наташа и ее родные приняли решение после выздоровления передать тренажер в Тверской реабилитационный центр, где он сможет помочь многим нуждающимся. Екатерина Карпова, Илья Чечин, Светлана Маркина, РЕН-ТВ-Пилот.